Девушки отдыхают Девушки отдыхают Солидарность с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Говорится в документе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой. Про резонанс – факт. А вот формулировка «могут вызвать отклик неравнодушных» настораживает. Или история с голой вечеринкой прошла мимо министра. Действия отдельных личностей не просто могут вызвать отклик, а вызывают. Люди прямо говорят «мы устали от пошлости, без вкусицы и разврата». Отрадно, что чиновники в Минкультуры солидарны. Погодите, а в чем именно? Одежда – да, важная часть образа артиста. И дальше по тексту. Но проведение дресс-кода для артистов в бумаге ни слова. Правда, региональным органам власти ведомства порекомендовало повнимательнее смотреть на то, в чем артисты лезут на сцену во время культурно-массовых мероприятий. Особенно, если это мероприятие не имеющее возрастных ограничений и проводящееся на государственных и муниципальных площадках. Но посмотрят чиновники на местах. И что? Запретят выступать? Рекомендации, как известно, еще не руководство к действию. И каждый из нас знает, как часто о них случайно забывают. Что ж, будем наблюдать, смогут ли оздоровить нашу культуру действиями сверху. Или народу придется что-то придумывать, чтобы не видеть больше всех этих перьев и кожаных трусов садомаза. Напомним, члены госсобрания Башкортостана после скандала с Бузовой даже внесли в Госдуму законопроект, где помимо введения дресс-кода предложили закрепить обязанность организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании артистами плюсовой фонограммы. К слову, сообщать зрителям о том, что артист поет под фонеру, закон обязывает и сегодня. Речь идет о правах потребителя, но четкого определения, как это должны делать, до сих пор не прописано. Равно как и нет ответственности за нарушение этого правила. Возможно, Минкульт разъяснит со временем и этот животрепещущий вопрос. Сети же инициативу башкирских законодателей уже давно поддержали и прозвали ее «законом о поющих трусах». Чем хуже голос, тем меньше на исполнители одежды, замечают зрители. Сколыхнувшаяся вновь дискуссия на эту тему в сети показывает, что подавляющее большинство зрителей двумя руками за дресс-код. При этом на аргумент, что, мол, зритель голосует рублем и если не захочет, то не пойдет на артиста в купальнике, многие резонно возражают, что очень часто артисты выступают на городских мероприятиях, за которые им заплатили миллионные гонорары из бюджета. А зрителей приглашают бесплатно, в том числе детей. Пора заканчивать эту вакханалию и запретить эту пошлятину на сцене. Сначала убрать фанеру и сразу количество трусов и перьев резко уменьшится. Да не называйте эту мерзость артистами. Господи, да неужели свершится? Сколько можно тратить бюджетные деньги на этот балаган моральных уродцев? Не только российское ТВ превратили в помойку, но и храм искусства театр. Какие-то странные шоу, какие-то эксперты, по которым, как по Джигурде, давно психушка плачет. Неужели пелена спала с глаз наших депутатов? Просто не верится. Народные слуги, быстрее принимайте закон против безобразия на сценах и телевидении. Страна потеряет еще одно подрастающее поколение. Пока вы будете протирать глаза, всю погонь долой, высказываются россияне.